Вот нас все пытаются подвинуть к исполнению Минских соглашений, а часто обвиняются в том, что мы не исполняем. Но когда мы задаём вопрос нашим партнёрам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям, и что, по вашему мнению, по Минским соглашениям Россия должна была бы сделать, ответа нет. Они прямо так говорят, мы не можем сформулировать. Я не шучу, им надо такое дело. А что конкретно не выполняет ЛНР, ДНР по Минским соглашениям? Тоже нет, не могут сформулировать. А тем не менее от нас публично всё время требуют исполнения. Теперь второй вопрос связан с тем, кто сторона конфликта. В Минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликт, и мы никогда с этим не соглашаемся, не согласимся. Мы таковыми не являемся. А что происходит с тем, что киевские власти делают? Ну, напомню новейшую историю. Той исполняющий обязанности принял решение использовать вооружённые силы для решения конфликта на юго-востоке, на Донбассе. Это была первая попытка с помощью военной силы решить вопрос. Затем уже пришедший к власти господин Порошенко, несмотря на попытки убедить его не делать это, предпринял вторую попытку решения вопроса вооружённым способом, с помощью вооружённых сил. Чем она закончилась, какими трагедиями, мы хорошо знаем. Это же они начали. Теперь действующий президент бодро рапортует о том, что они применяют «Байрактар», то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация, беспилотная, это авиация, что применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договорённостями. Но никто даже на это не реагирует, а в США вообще поддержали практически. Европа что-то так невнятное сказала на этот счёт, а в США вообще поддержали. А официальные лица на Украине прямо говорят «применяли и будем применять дальше». Параллельно с этим организовали униплановые учения в Чёрном море. Создаётся впечатление, что нам просто не даёт расслабиться. Но пусть знают, что мы и не расслабляемся. В таком формате вообще, в таких условиях есть смысл для встречи нормандской четырёхки, на котором настаивают и европейские партнёры, и Украина? Ну, я последних настойчивых предложений на этот счёт не слышал, хотя мы это обсуждаем. Я считаю, что других механизмов у нас нет, и эти механизмы, как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но эти механизмы нужно воспользоваться. Её нужно использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению тех проблем, о которых мы сейчас говорим. Вы уже упомянули об американских учениях, и вообще такая обстановка, атмосфера, она такая очень напряжённая. Вот в последние часы, сутки, мы видим многочисленные статьи западных СМИ, в которых они чуть ли не анонсируют некое военное вторжение России на Украину. И якобы США даже предупреждают своих партнёров в Евросоюзе о том, что Россия готовит такое вторжение. При этом параллельно мы видим, что прямо у наших границ, в районе Чёрного моря, идут учения США и НАТО. Как вообще вот всю эту обстановку Вы оцениваете? Я вот этих алармических заявлений не видел, правда, пока, но схожу из того, что так оно и есть, то, что Вы сказали. Вот действительно, сейчас Соединенные Штаты, их союзники по НАТО проводят незапланированные, вот я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Чёрного моря. Причём не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация. Вот Вам отчасти ответ на предыдущий Ваш вопрос, где и как летают наши стратегические ракетоносцы. Используются Б-51, это достаточно уже старенькие самолёты, но дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие. Это серьёзный вызов для нас. Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения. Но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительную обстановку там. Поэтому Минобороны России ограничиваются только сопровождением самолётов и кораблей. Это первое. Второе, что касается Украины. Ну, вот нас все пытаются подвинуть к исполнению Минских соглашений. А часто обвиняются в том, что мы не исполняем. Но когда мы задаём вопрос нашим партнёрам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям? И что, по Вашему мнению, по Минским соглашениям Россия должна была бы сделать? Ответа нет. Они прямо так говорят, мы не можем сформулировать. Я не шучу, именно такое дело. А что конкретно не выполняет ЛНР, ДНР по Минским соглашениям? Тоже нет, не могут сформулировать. А тем не менее, от нас публично всё время требуют исполнения. Адреналин хлещет до сих пор, да? Нас только что чуть не загребли военные. Да-да-да, сгады, сгады, сгады. Мы остановились на заправке снять очередь. Дело в том, что бензин здесь субсидируется. Он стоит на наши деньги примерно 15 рублей. Ну, 20-25 центов. А, ну, бензина нет. Ничего не предвещало беду. Но тут просто ниоткуда появился военный, здоровенный чёрный парень, который сказал, что нам надо идти с ним. Он жёстко прям, жёстко сказал. Просто представьте себя на нашем месте. Вы чёрт знает где. И чёрный громила тащит вас в плен. Кули там, а мы, а мы... Это Судан, страна золотых приисков и нелегального рынка украшений. Это самый древний рынок Судана и, наверное, самый большой рынок нелегального золота, по крайней мере, в Восточной Африке. Сохранившихся древних пирамид... Люди с цветками вместо мозга. И развалившихся городов. Блин, ну как? Как можно просрать целый город? В Судан мы приехали по делу. Где-то здесь, на берегу Красного моря, должна появиться новая секретная российская военная база, про которую пишут, что на неё перебрасывают чуть ли не атомные подлодки с ядерным оружием. В общем, эту базу мы решили отыскать первыми. Друзья, я запустил на YouTube свой новый проект. Погнали о местах, где ступала нога человека, но очень осторожно и с неохотой. Первый выпуск о Судане, загадочной и опасной стране. Он уже доступен на канале. Переходите по ссылке в описании и узнаете, как живёт это одна из самых закрытых стран Африки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...